Модернизация коммунальной инфраструктуры Модернизация коммунальной инфраструктуры Модернизация коммунальной инфраструктуры В прошлом году, я думаю, уже настало время подвести промежуточные итоги. Как вы знаете, в программе «Нурлжол» уделено огромное внимание сектору жилищно-коммунального хозяйства. И в частности, запланировано было в прошлом году на модернизацию инфраструктуры порядка 60 миллиардов тенге. На сегодняшний день в плане освоения средств они полностью освоены, то есть деньги дошли до конечной инстанции. В плане физического объема работа сделана на 36,8 миллиарда тенге, что составляет порядка 60%. Но я думаю, это переходящие объемы, и в этом году они будут завершены. В физическом объеме было запланировано построить 259 и реконструировать 259 километров сетей тепловодоснабжения и водоотведения, сделать 14 котельных и 3 насосных станции. По состоянию на сегодняшний день реконструировано 211 километров инженерных сетей, в том числе сетей тепловодоснабжения 143 километра, водоснабжения и водоотведения 67 километров, 4 котельных и 2 насосных станции, создано порядка 3 тысяч рабочих мест. У меня есть полная уверенность, что мы сможем завершить данные работы в срок. На 2016 год утверждена дополнительная сумма средств. Если в прошлом году это было 60 миллиардов тенге, то на 2016 год запланировано в рамках бюджетного кредитования 75 миллиардов тенге. Из них они делятся таким образом. На водоснабжении 48 проектов на 22,4 миллиарда тенге, проекты по водоотведению 20 проектов на 10,5 миллиардов тенге, и по теплоснабжению 31 проект на сумму 44,2 миллиарда тенге. Хочу особо отметить, что в этом году вводится новый механизм поддержки и финансирования инфраструктуры. Это он вводится для тех субъектов естественных монополий, которые реализуют программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства совместно с международными финансовыми организациями, такими как, допустим, Европейский банк реконструкции и развития. Сумма, утвержденная на субсидирование в 2016 году, составляет порядка 14,5 миллиардов тенге. Приказом министра национальной экономики от 14 октября 2015 года утверждены правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем тепловодоснабжения и водоотведения, которые определены в следующие действия оператора, в лице которого выступает АОК «Сентр ЖКХ». Мы осуществляем координацию с ЕБРР и другими финансовыми институтами в вопросах подготовки данных проектов, осуществляем администрирование процесса, консультирование грантополучателей и рассматриваем данные заявки совместно с Министерством национальной экономики и осуществляем мониторинг реализации данных проектов. В первую очередь данные средства предназначены для сдерживания тарифов, которые неименуемо, когда идет реконструкция и модернизация, затрачиваются средства. ЕБРР – это возвратные средства, поэтому мы выделяем такие серьезные суммы как гранты. В качестве примера грантополучателя можно привести предприятия, такие как водные ресурсы и маркетинг, город Шимкент, который подал заявку на софинансирование из нацфонда Республики Казахстан 7 проектов на сумму 3,3 миллиарда тенге. Помимо этого он привлекает займ ЕБРР на сумму 10 миллионов евро, и в результате мы должны получить эффект по износу водопроводных сетей снижение с 39,5% до 36%, канализационных сетей с 55% до 52%, и фактические потери снизятся с 17% до 15%. Я хочу отметить, что за каждым процентом стоит просто колоссальная сумма. количество аварий снизится с 380 до 350 единиц, и по водоснабжению и по водоотведению с 440 до 417 единиц. В целом я думаю, что население Шимкента должно почувствовать именно с точки зрения получения качественного водоснабжения и водоотведения. Хотелось бы также коснуться темы приборов учета. Сегодня у нас присутствует представитель правления фонда ЖКХ, это именно та организация, которая непосредственно занимается установкой приборов учета. Мы исполняем поручения главы государства по 100% приборизации. Было выделено порядка 6 миллиардов тенге. На сегодняшний день это составляет где-то 43% от совокупной потребности приборов учета. На сегодняшний день установлено 2200 единиц на сумму 1,4 миллиарда тенге. В 2016 году, я думаю, мы до конца это установим. Но для завершения данной работы по 100% приборизации, мы также совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Фонд развития ЖКХ подписали мандатное письмо. Это предварительное соглашение, которое предусматривает выделение 12 миллиардов тенге, которых 10 миллиардов будут отправлены на установку этих приборов учета тепла. Прошу, перейти к вопросу. Был век, да, усваи, бақы кезе. Бақы кезе. Бақы кезе. Бүгінгерлердамту екім жерма бақтарылыма сайасына, тұрғын ерлерді қайта жанғыртудан өткізу, соның ішінде энергетеймді орталықтарды күру болатын. Біз білеміз, осынан бір-екі жыл бұрын осы Астана қаласында, Турандаңғылын бойында энергетеймді орталық қашылған, оны бақы көкілдерін апар таныстырған, көрсеткен. Сол кезді айтылбет, қарағанды қаласында бар, басқа да ол сорталықтарынан салынып жатыр деп. Бүгінгі таңда ол қай қалыларда бар, қаншалықта жетілдірілген, қаншалықта салынып жатыр. Сол туралы тоқталып өтсеніздер, себебі бұның тиімділігі қоғам арасында көп мамандар тарапынан да айтылатты, орталықтары түкелей біздің елбасымыздың тапсырмасы бойынша, осы өңірлік принципін сақтай отырып, Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында 2012 жылы құрлыс жұмыстары басталған болады. Бұл орталықтардың негізгі салыныу мақсаты, ол қазіргі таңдағы әлемдегі жалпы осы бәрлік көпшілік мемлекеттердегі энергия көздерін нөмдеу, энергия көздерін насиқаттау, нөмдеушілікке халықты тұтымышыларды жаңағы үйрету. Екірінші жағынан, қазіргі экономикамыздың индустралды инновациялық жобаларды іске асыру кезіндегі осы энергия өнемді технологияларды қолдану жаңағы кегіні насиқаттау көзделіп отырған. Жалпы осы салыны отырған энергия өнемді орталықтарына келетін босақ, ол орталықтар қазіргі таңда астана қаласына салынып бітті, қазір жабдықтау жұмыстары жүргізіп жатыр. Негізгі мақсаты бұл орталықтардың. Ол соңғы заманауи, қазіргі әлемде қолдан жатқан алдыңғы қатарлы энергия өнемді технологияларын көрсету, дәріптеу. Оның атап айтықанда бірінші қабатында жыл бойы жұмыш жасайтын көрмесі жұмыш ашылып көрсетіліп тұрады. Оныңдағы қойған экспонаттардың технологиялар, жабдықтар, материалдардың барлығы ол үш жүзінде көрсетіліп отырады. Және де ол көрмеге жыл сайын өңірлерден, осы Қазақстан түкбір-түкбірлерінен мамандар тартылып, ол мамандардыға арнайы біліктілігін артыру курстары, семинарлары, көрмелер үйін бастырылып өткізілетін олады. Әрине бұл орталықтың негізге осы энергия үнемдеу жұмыстарындағы ғылыми негіздегі осы жобаларды орындауда жоспарланған. Оның екінші қабатында арнайы жылу үнемдеу, сумен қамтамасыз ету, жалпы құрылыс материалдарын сынау бойынша, тұрымыс қалдықтарын мен жаңақ басқару жүйлер бойынша, экономикасы бойынша, тұрғының басқару бойынша, әрттүрлі сондай мамандалған арнайы жабдықталған лабораториялармен бөлімдері жұмыс жасайды. Және де жыл бойы осы тұрғының қамыналық шаруашылығындағы, және де осы тұрғының қамыналық мекемелердің мамандарының біліктілігін артыруға арнайы мамандары шақырылып, өзіміздің эксперттерімен жаңағы біліктілігі артыру құрстары үмдастырылып отырады. Сондай мақсаттар негізді қойылған. Және де айта кететін бір жағдай, бұл үш өнемдеу орталығы, энергияның тұтыну бойынша, өзіндік көрсеткіші бойынша, осы әлемдің денгейіне тен болады. Мысалы, Европа мемлекеттерінде әрбір шаршы метріне 80-120 кВт сағатына жылу тұтынатын боса, бұл ұрталықтар 30-27 кВт сағатына шаршы метрінге қолданатын дай болады. Яғни, оны энергия пассивты ғимарат деп атауға болады әлемдіктенгейдегі. Сізге Коп-Коп-Рахмет, Келес Сырах, Евразия, первый права, пажаласы. Здравствуйте, Алексей Менкетюк, Первоконал Казахстана. Хотелось бы узнать, вы назвали из региональных проектов только Шымкенский. Можете ли перечислить из других регионов, чтобы было понятие масштабности выполнения программы? И, во-вторых, как проекты эти будут в дальнейшем контролироваться их использование, чтобы они не стали выполнены, но не эффективно используемы? Программы Нурлужол охвачены все регионы Республики Казахстан. И когда выбираем, какие проекты реализовывать, в первую очередь смотрим на экономическую эффективность и социальную. Где-то это совокупный эффект, где-то больше социальный. В плане социального хотелось бы отметить такие проекты, которые на стадии обсуждения мы видим ситуацию по стране. Это, допустим, канализационные сети города Зайсан. Достаточно крупный город Восточно-Казахстанской области без системы канализации. На эти цели мы определяем порядка миллиарда 300 миллионов тенге. Или тоже Восточно-Казахстан, город Ридер, село Поперечное, где просто отсутствует водоснабжение, люди пьют с реки вместе с животными. В этом году также на систему водоснабжения, допустим, заложено этого села 400 миллионов тенге. Все деньги возвратные, и при реализации того или иного проекта оценивается возможность возвратных средств в течение 20 лет. Мы смотрим заемщика субъекта сельскохмонополия, и, соответственно, на стадии рассмотрения мы уже закладываем то, что неэффективные проекты. Проекты, которые заранее, как вода в песок, мы их не реализовываем. Дальше функции мониторинга также лежат на К-центре жилищно-коммунального хозяйства. Мы неоднократно выезжаем на место, смотрим качество исполнения работ. С нами согласовывается организация, которая занимается непосредственно технадзором данных проектов. Поэтому задачи мониторинга лежат на нас. Есть, конечно, рабочие моменты, не все идеально. Но я думаю, программа будет выполнена качественно. Сыгей Кобрахмет, Келестрах, Джерматорт Киезет. Гульнара Трусимова, пожалуйста. Здравствуйте, Гульнара Трусимова, 24 Киезет. Скажите, должны ли жильцы платить за общие домовые нужды? Вообще, как добиться прозрачности в сборе, в расходах на содержание дома? Что касается общие домовые нужды, ну, законодательством, общие домовые нужды закреплены за жильцами. И, ну, безусловно, это то бремя, которое нужно нести. Есть на сегодняшний момент достаточно такой большой клубок проблем. Он касается не только расходования данных средств, а в целом функционирования наших жилищных отношений, функционирования КСК. В этом плане мы готовим перечень мероприятий, которые позволяют обеспечить прозрачность, как в процессе утверждения затрат, в расходовании средств, прозрачность в выборе управляющих тех же КСК. Там целый блок мероприятий, включая условное название ЕШНРАК, когда можно будет это все видеть на информационных носителях, этот весь процесс. Это программа на финише, мы завершаем ее, я думаю, в ближайшее время мы ее презентуем и сделаем пилотный проект по городу Астана, реализация вот этой программы жилищных отношений. Безусловно, общие домовые нужды, такой достаточно больной блок, но мне кажется, людей возмущает не столько величина, сколько должны платить наши граждане, а именно прозрачность расходования средств и планирования этих средств. Поэтому вот над этим мы сейчас работаем. Благодарю вас. Последний вопрос. Стратегия, пожалуйста. Вы не могли бы уточнить, вот только что сказали, что на 2016 год дополнительно выделена сумма 75 миллиардов тенге. В прошлом году в одном из ваших выступлений вы говорили, что на 2016 год будет выделено 90 миллиардов тенге. Это получается дополнительная сумма или же это и есть основная сумма, которая будет в 2016 году затрачена? Если вы приплюсуете 75 миллиардов тенге, которые по бюджетному кредитованию и 14,5 миллиардов тенге, которые по субсидированию, это в сумме, наверное, будет где-то 90 миллиардов тенге. Уважаемые коллеги, на это время наша работа подошла к концу. Я благодарю всех вас за активное участие, а также особо благодарю наших гостей за разъяснение данной тематики. На этом мы завершаем. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok